Малыш Малыш Добрый вечер, дорогие телезрители и гости нашей студии. Я рад приветствовать вас здесь, у нас, в Останковском телецентре, в студии номер 4, на канале ОРТ, в программе «Звездный час». В названии нашей программы есть небольшой лукавство, на самом деле он длится вовсе не час, а всего полчаса, но сколько за полчаса мы успеваем с вами увидеть, услышать и, главное, узнать. Как, например, узнать и услышать фамилии наших сегодняшних игроков и увидеть их воочию. Хотите? Тогда надо просто немножко поаплодировать, чуть-чуть. И вот они уже появляются на нашей площадке. Итак, Даша Смирнова с подругой Ирой. Дашенька, ты, как и все наши участники, имеешь полную возможность получить сейчас «Звезду» в самом начале нашей программы. Вот она у меня здесь. Но вот за что? Вот я вижу у тебя на столе два ананаса. Что это такое? Я бы хотела подарить один ананас первому проигравшему участнику, а второй ананас вам. Мне? Да. А почему ты так решила разделить? Ну, как бы... А если проигравших будет двое первых? Ну, пополам. Пополам? По-дружески? Да. Ну что ж. Видите как? Вот дружеский поступок. Молодец, Даша. Спасибо тебе большое. Оля Павлова с мамой Ларисой Викторовной. Я люблю плести фенечки. Всем своим друзьям я дарю фенечки. Вам тоже хочу подарить. Вот и цветы. А фенечка, покажи, как она выглядит. Красивая какая фенечка. А что она означает? Она от дурного глаза или от аппетита плохого? От чего она? Да. Да. Это знак дружбы, она нас будет хранить. Спасибо большое. Света Лобова с братом Женей. Брат Женя себя назвал Евгением Николаевичем. Я ждал увидеть старого толстого мужика. Увидел молодого худого красавца. Буду звать тебя Женя, ладно? Евгений лучше. Слушай, какой ты строгий, а? Ну ладно, Света зато попроще. Давай, Светочка. Ну так как я приехала из города Дмитриева, я решила вам подарить книжку о городе Дмитриеве. Но Юрий Долгорукий был отцом Дмитрия. И город Дмитриев назвали в честь его сына. Книжка называется «Мой Дмитриев». Да, «Мой Дмитриев». То есть теперь это будет «Мой Дмитриев». Давай это будет наш Дмитриев с тобой. Ладно. Только наш с тобой Дмитриев. Так, еще я хочу вам подарить герб города Дмитриева. Здесь изображены четыре короны, так как в нашем городе съезжаются четыре короля. Я хочу еще вам подарить открытки «Старый Дмитриев». Старый Дмитриев? Да. И медаль за то, что вы меня слушали о городе Дмитриеве. Шоколадная? Нет. Металлическая. Спасибо. Дима Гордеев и сестра его Ирина. Город Чебоксара, между прочим. Мы долго думали, что вам подарить. И решили сделать вот такое панно. Покажи панно. Что на нем изображено? Собачка. Собачка по прозванию? Кукарачка? Ну, картину мы назвали «Собачьи грезы». Хорошо, спасибо тебе большое. Аня Советкина, город Химки. С мамой Людмилой Александровной. Я приехала из города... Я живу в городе Химки, и поэтому... Это очень красивый город. Я бы вам хотела подарить такой календарь, чтобы вы познакомились со всеми его достопримечательностями. Там все достопримечательности Химки, да? Нет, не все. Не все? 12. Спасибо тебе большое. И последняя у нас команда. Сергей Попков с мамой Тамарой Алексеевной. Я привез на передачу своей родины вот эту тюбетейку. Минуточку. А где такая родина, поселок Бегичевский? Нет, я жил раньше в Средней Азии. Это оттуда вот эта тюбетейка. А где в Средней Азии? Поселок Кадамжай. А в какой это стране? Средняя Азия большая. Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан? Узбекистан. То есть ты раньше был узбек? Нет. Как? Ну, там русские жили. Ну ладно, бог с ним. Но тюбетейки там были? Да. Да, и все, что ты смог увезти, это тюбетейка. Хорошо. И вот эту книжечку. Не мог бы ты примерить тюбетейку, пожалуйста, а? Очень тебя прошу. Вот они почему-то делают только четырехгранные тюбетейки. Если бы они делали шестигранные, то ты был похож на Самоделкина. А так не каждым ключом тебя можно отвернуть в такой тюбетейке. Ну-ну, и что еще за книжечка? И это книжечка про город Богородицк, в котором недалеко от города я живу от этого. Ага. У тебя как-то сложно с вопросами родины. А Бегичевский, что там прописан, что ли, только? По паспорту, что ли? Я там живу, а Богородицкий район. Это про музей книжка. А-а-а. Ну, хорошо. Спасибо тебе огромное. А тюбетейку... Хочешь в тюбетейки играть? Тут у нас, в принципе, жарко. В тюбетейке будет хорошо, прохладно. Аплодисменты всем нашим сегодняшним претендентам на звезду и участникам нашей программы. Ой, ну что же мне теперь делать с вами-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сергей, давай я тебе дам звезду, а? Все-таки ты в тюбетейке. Звезда тебе очень пойдет. Сергей Попков получает звезду. Первую звезду в нашей сегодняшней программе. За великолепную тюбетейку и за свой рассказ о сложных отношениях с Родиной. Ну что, друзья мои, давайте теперь отставим улыбки и смех и займем серьезным делом, как бы мне этого не хотелось сделать. На самом деле, я не очень люблю это занятие. Я люблю разговаривать, вот так вот шутить, если это можно назвать шутками, да? В общем, люблю общаться. А вот вопрос читать и ответы слушать ваши не люблю. Но так уж устроена наша игра, ничего не поделаешь. Как в школе. В школе что интересно? Друзья, да? Завтраки, перемены и последний звонок. Все, что между этим, неприятно, но неизбежно. Внимание на экран. Инжир, киви, авокадо, манго, фейхуа, финик, хурма и боярышник. Так, Анна, Анна, выйди, пожалуйста. Здравствуй, Анна. Как дела? Нормально. Ты фрукты все заготовила? Угу. В магазине покупала или на рынке? В супермаркете. Дорого нынче в супермаркете? Очень. Бедная, я тебе дам еще денежек. Иди вставай к кубику. Сейчас нам Аня будет помогать. Вы, кстати, Аню не поприветствовали аплодисментами, а между прочим, она уже практически ветеран нашей программы. Успела на ней уже состариться. Да? Или ты молодая еще, душой? Молодая моя, давай. Поднимай нам какой-нибудь фрукт или овощ. Вот это, например, да. И давайте посмотрим, чшшш, полностью в студии. И догадаемся, что это за фрукт. После чего, конечно же, поднимем табличку. Тишина. Я слушаю очень внимательно. Каждый шорох, каждый шепот. Я все слышу. Пожалуйста, таблички. Кто готов? Пожалуйста, таблички. Ой, 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 ой. О чем это говорит? О том, что, во-первых, благосостояние нашего народа растет. Что некоторые уже могут позволить себе купить манго и узнать его. Это манго номер 4. И все, кто понял таблички номер 4, пожалуйста, вперед на одно отделение. Молодцы. Анна. Пожалуйста. О, какие-то огурцы соленые. Ой, упало, ничего. И таблички, пожалуйста. Ну, откуда же вы все это знаете? Господи, это авокадо действительно. Авокадо очень неприятный на вкус. Овощ или фрукты, я даже не знаю. Ну, такая помесь фрукта с овощем. Есть его в чистом виде нельзя. А вот уже в руках у Анны другое. Что это у нас такое? Да, как было в одной из сказки. По Африке гуляют, фиги, финики срывают. Номер 6, это финик, конечно. И, Оля, а что стоишь-то? Во второй тур, добро пожаловать, аплодисменты. Оля, ни разу не ошиблась во фруктах. Очевидно, хорошо тебя родители снабжают фруктами, так или нет? Так. А ты все эти фрукты уже пробовала в жизни? Нет, не все. Не все. Ну, вот манго пробовала? Нет. Нет, видишь как, а ты говоришь. А авокадо? Тоже не пробовала. А финики? Пробовала. Финики пробовала. И как тебе? Вкусные. Вкусные. Ну что ж, поздравляю тебя с выходом во второй тур. И следующий вопрос. Перед вами мелкие какие-то такие ягоды, такого черно-красного цвета. Очень полезные. Пожалуйста, таблички. Что же это такое, друзья мои? Действительно, это поярошник номер восемь. Эй, Сергей. Сергей решил, что подняв одну табличку, можно следом за ней поднять и другую. Мало того, он еще и вперед двигается. Давай, Серега, давай. Я ради богу, пожалуйста. Да? Тем более, все равно тебе уже все равно. Дело в том, что Аня, Дима, Света и Оля вышли, а Даша сейчас подарит себе свой ананас. Это называется накаркал. Пожалуйста, провожаем с нашей площадки проигравших Сережа Попкова из Бекичевского поселка и Дашу Смирнову из Москвы. С ананасом в руке, с призами и с сувенинами от нашей программы, они покидают нашу площадку. По-моему, Даша, тебе нужно подарить свой ананас нашему Сергею. У него в Бекичевском ананасе не растут. В отличие от нас, от москвичей, мы не можем просто так пойти и сорвать с ней с дерева ананас. Ну что? Да. А с вами мы только начинаем. Мы так это размялись фруктиками. Теперь приступим к более серьезным блюдам. В эфире «Звездный час», второй тур. Давайте сверим наши списки с реальным количеством игроков. Ольга Павлова, город Москва, именинница. Света Лобова, Дмитриев. Еще пока здесь. Дима Гордеевча, Ваксава, на месте. И Аня Советкина тоже не покинула нас в этот трудный час. Звездный час. Внимание, кубики в студию. Начинаем второй тур. Ну а теперь берите ваши ручки, записывайте буквы. И вы, дорогие телезрители, тоже можете этим заняться. Все-таки чем-нибудь хотя бы займетесь около своих голубых экранов. Внимание, буквы. М-У-А. О-Н-Р-Т-Э-К. Время стекло. Отложите ручки и бумагу, пожалуйста. Да, допишите ваши последние слова, которые там есть. Не последние слова в жизни вашей, конечно, а последние слова вот за эту минуту, которые к вам пришли в голову. И давайте послушаем, какие у нас слова есть у наших гостей в студии. Я вижу много рук и прекрасно понимаю, что у вас у всех слова из трех-четырех букв. Комунар. Комунар. Там жалко две буквы М, к сожалению. Да, слово хорошее. Семь букв у кого еще? Тоже коммунар был? Ну подождите-ка, я же сказал семь букв у кого. Не у кого, шесть букв. Ну раз уж с коммунаром, так давайте. Давай. Ку-ну-ра. Ку-ну-ра. Хорошо. Шесть букв еще у кого? Картон. Шесть букв еще? Роман. Пять букв. Камертон. Как? Каметон. Каметон? Каметон. Камертон. Да. Ка... А это где? Камертон, что ли? Камертон. Нет, не подходит, к сожалению. Давай. Мартен. Мартен, он через Е пишется. Хотя звучит как Э. Мартен пишется. Ну что, все получается. У нас ничего больше нет радостного, кроме... Кроме слова конура и картон. Ну что ж, два слова мы с вами услышали. И пожалуйста сюда два претендента на наш один-единственный приз. С вами быстренько познакомимся сейчас. И начнем разыгрывать этот приз. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ну и вообще, чем ты занимаешься в жизни? Наташа, мне девять лет, я учусь. Ну, понимаешь, что все у нас учатся. Кому девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, шестьнадцать, пятнадцать, шестьнадцать, восемьадцать. У них все такая судьба – учиться. А вот что-нибудь интересное ты делаешь, кроме учебы? Чем ты увлекаешься? Танцами. Танцами. Видишь, вот хорошо. Увлекаюсь танцами. Теперь про тебя давай узнаем что-нибудь. Меня зовут Дима, мне девять лет. Я хожу на футбол. Хорошо, играешь в футбол? Да. Ты нападающий, защитник или вратарь? Защитник. Защитник. Хороший защитник? Да. Защищаешь ворота, никто не пройдет? Да так. Бывает. Да. Кого не догоню, тот проходит. Ну, а кого уж догоню, так уж куда там. Ну что, у меня для вас только один приз. Вот он, пожалуйста, сейчас у меня в руках. В этом рюкзаке приз для одного из вас. Или для одной. Кто первый догадается, что там, тот это и получает. Окей? Давайте. Это игрушка? Нет. Конкулятор? Не конкулятор, нет. От какого слова конкулятор? От слова конкуренция, что ли? Ну? Это плеер? Не, не плеер. Магнитофон? Нет, не магнитофон. Тишина в студии. Телефон? Нет, не телефон. Легонькая такая, видишь? Фотоаппарат? Нет, фотоаппарат довольно тяжелая. Это совсем легкая. Потрогайте. Подержите вот в руке. Чувствуете? Что там может быть такого? Только что-то очень легкое. Давай-ка думай. Часы. Часы? Ты говоришь, часы. Надо проверить. Может, там трусы. Часы. Трусы. Часы. О! Часы. Держи часы. А рюкзак мы давай отдадим твоему товарищу, да? Тебе будут часы, а ему рюкзачок, чтобы никому не было обидно. Спасибо большое за ваши два прекрасных слова. Картон и конура. Ну что, дорогие мои участники, дорогие мои претенденты на звание чемпиона нашей программы, у вас, наверное, таких слов длинных нет. Ну, конечно, у вас не было столько времени, и, главное, не было столько покоя в душе. Вы очень дергаетесь, потому что вы волнуетесь. Ну что, давайте проверим, какие у вас длинные слова. Может быть, вы кому-то из своих детей принесете удачу. Давайте. Фартук. Фартук достаточно. Шесть букв, да? Хорошо. Фартук. Прекрасно. Контора. Семь. Контора. Семь букв. Прекрасно. Картонка. М? Картонка. Картонка. Ну, картонка нет такого слова. Из картон только, да, картонки нет. Тоже контора. Контора. Тоже семь букв. Ага. То есть у вас, и у вас слова из семи букв, таким образом, к вязчему удовольствию Светы и Ани, они получают еще по одной звезде. У Светы их становится четыре, и у Ани тоже четыре. И самое интересное, это слова, которые составили вы. Вот, что я с удовольствием послушаю. В атмосфере крайне неблагоприятной. Ольга. Фартук. Фартук. Шесть букв. Совпало слово, и значит звезда. Пять звезд, Оля. Прям как в казино в каком-то, только и успеваешь что раздавать. Пряники. Света, твое слово? Прокат. Прокат. Шесть букв, но не совпало, ничего страшного. Аплодисменты, слово из шести букв. Дима. Норма, пять букв. Кто? Норма. Норма, пять букв, к сожалению. Пять букв, это маловато немножечко. Аня? Фартук, шесть букв. Фартук, шесть букв. Но не совпало, у твоей мамы контора, ничего страшного. Самое длинное слово ни у кого нету, но зато есть Оля, у которой пять звезд, и ей открывают наши ящики. Оля, пожалуйста, прошу тебя сюда. Подумай хорошенько и вспомни, что не значит, что если большой ящик, там лежит хороший приз. И наоборот, маленькими ящиками можешь взять что-то очень такое ценное. Подумай, взвесь и открывай любой, который тебе понравится. Ага, ну давай. Красный маленький ящик. А в нем что? Аплодисменты. Аплодисменты. Покажи, покажи, покажи. Аплодисменты. Вот так вот, вот так наивную, наивную девочку обманул, просто вот так взял и обманул. Сказал, не открывай большой ящик, открой маленький, а там аплодисменты. Но аплодисменты такой красавицы никогда не помешают, правда? Мне кажется, да. Вставай на место. Вот тебе звезда, кстати, твоя пятая. Ой. Ну ладно, потом обман тебя. У меня все записано. Сколько у кого звезд, все компьютер считает. Ну и теперь с большим горем вынужден сообщить, что мы теряем последнего представителя мальчиков в нашей сегодняшней игре. И даже призы и сувениры ему принесла такая очаровательная, но девочка. Все, мальчика больше не осталось, а я уже давно не мальчик, к сожалению. Поэтому аплодируем всем девчонкам, желаем им успехов и переходим вместе с ними в третий тур нашей программы «Звездный час». Ну что ж, продолжаем. В меньшем составе уже трое девочек у нас осталось. Оля, Света и Аня. И логические цепочки нам помогут выяснить, кто из вас выйдет в финал. Это будет два человека. Один из вас, вернее, одна из вас, увы, проиграет. Давайте, кстати, спросим сразу, кто собирается проиграть. Ольга, ты как собираешь нас, проиграть или выиграть? Выиграть. Света? Выиграть. Анна, значит, они обе собираются выиграть, поэтому ты сейчас подумай. Я тоже выиграть. Что они с вами делали? Ну да, внимание на экран. Перед вами румба, мамба и сертаки. Как вы думаете? Я считаю, что все это латиноамериканские танцы. То есть их танцуют в Боливии, в Перу, в Колумбии, в Аргентине, в Бразилии и так далее, и тому подобное. Но есть один танец, по-моему, который не танцует в Латинской Америке. Таблички, пожалуйста. Это танец «Сертаки». Это греческий танец. Вперед, пожалуйста, Света и Оля. Помните греческий танец? Тан-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Такой занудный-занудный, медленно разгоняется. Но потом там они так танцуют. Тан-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Надо быть очень пьяным человеком, чтобы танцевать такой танец. Волга, Енисей и Опь. Если ехать по нашей стране с запада на восток, представьте нашу страну, да, вот наша страна, да? Вот тут запад, тут немцы, французы живут. Это вот запад, вот это западная часть. Потом там начинается наша страна. И восток, 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 аж до самого Сахалина. Это всё наша страна. И там восток. Вот если ехать с запада на восток, то сначала придётся форсировать Волгу, потом пересечь Енисей, и потом только переехать Опь. Вот в таком порядке. Кто не согласен с порядком? Таблички. Кто согласен? Поднимайся высоко. Правда? Действительно? Сначала надо проехать будет Опь, а потом Енисей. Два и три таблички. И Света выходит в финал. Ну а теперь последний вопрос. Очевидно, он решит судьбу нашей программы. Потому что у Оли пять звёзд, у Ани четыре, и если они одновременно поднимут правильные таблички, всё равно победит Оля. Ну а если Оля поднимет неправильную табличку, как в этот раз, то тогда она проиграет и победит Аню. Внимание на экран. Полководцы наши русские. Ушаков, Багратион и Суворов. Вопрос. Мне кажется, что всё это сухопутные полководцы и одерживали свои победы исключительно на суше. И никогда из них никто не был моряком. Как думаете, прав я или нет? Внимание. Смотрим. Аплодисменты Оли и Ане. Ну, конечно же, Ушаков это наш замечательный мореплаватель и адмирал. Но так как Аня была у нас сейчас первой, поднявшим правильную табличку, она получает ещё одну звезду. И таким образом у неё становится тоже пять. И вот что получается. С пятию звёздами Оли, с пятию звёздами Аня, они все трое в финале, но, к сожалению, я вынужден задать ещё один вопрос для Оли и Ани, чтобы выяснить, кто же из них всё-таки продолжит борьбу в финале. Понимаете? Жена в студии, внимание на экран. Коляска, нос и клоп. Всё это произведение великого нашего классика Николая Васильевича Гоголя. Я так думаю. Может быть, я и не прав, а может быть, и прав не подсказывайте. Пожалуйста, поднимайте табличку. Ну вот, видите, что получилось. Аня подняла табличку первая и получает ещё одну звезду и выходит вперёд. И теперь у Ани не четыре, не пять, а шесть целых звёзд, и поэтому Аня выходит в финал, а Оля заканчивает нашу программу. К сожалению, аплодисменты, улыбки и цветы. Сувениры на память об участии в нашей передаче. Увы, к сожалению, для вас наш звёздный час прошёл к концу. Давайте займём места в зрительном зале и посмотрим, чем закончится наше увлекательное соревнование между Светой и Аней, между Светой Лобовой и Аней Советкиной. В эфире Звёздный час. Ну что ж, поздравляю Аню Советкину и Свету Лобову с выходом в финальный тур нашей программы и желаю им всяческих успехов в этом мероприятии. Вы знаете правила, сейчас я вам покажу длинное слово и вам из него предстоит составить очень много маленьких слов. Чем больше, тем лучше. Напомню, Светочка, что у Ани две звезды лишних, то есть перевес достаточно значительный над тобой и этот перевес очень трудно будет тебе побороть. Желаю тебе особых успехов в этом. Итак, слово на финал. Радость. Очень хорошее, доброе слово. Радость. Поехали. Девочки с орехами. Все. Тишина в студии и начинается смертельная схватка между Аней Советкиной и Светой Лобовой за звание победительницы нашей программы. Начинает Аня. Громко, отчетливо. Слух. Ор. Ор. Рад. Ра. Что такое рад? Ой, ад. Ад. Вот ад хорошо. Ар. Ар. Сода. Сода. Род. Род. Сад. Сад. Ода. Ода. Род. Род. Дор. Как? Дора. Что такое Дора? Сорта. Дора это имя такое. Сор. Сор хорошо. Ро. Ой. Роса. Сама написала, сама прочесть. Не можешь. Вот дает. Роса. Рост. Рост. Тор. Тор. Угу. Зову маму. Маму. Пожалуйста, прошу вас поддержим команду Ани Советкиной. Анина мама сейчас занимает место рядом со своей дочерью и пытается ей помочь. Я думаю, что у нее это получится. Что у вас новенького? Дар. Я даже не знаю. Дар. 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 Хорошее слово. Почему нет? Рать. Рать. Молодец. Вот за слово рать молодец. Сад был уже. Был сад. Сода была. Ор-ор была. Давайте я вас везу. Заберу девочки. Хватит тоже мне голову морочить. Рост был. Брата. Брата. Все. В полном составе брат Евгений сейчас займет место рядом со своей сестрой Светланой Лобовой. И мы с вами через несколько секунд уже очень скоро узнаем имя и фамилию победительницы нашей сегодняшней программы. А в том, что это будет девочка, уже никто не сомневается. Ну? Ост. Ост. Это что такое? Это ветер. По-моему, восточный. Ветер. Ост. Да? Ну ладно, пусть будет ветер. Ост, ветер. Еще звезду. Ну, ребята, ваше слово. Раз, два, три, четыре, с половиной. Да я знаю, что все. Все! Все! Свет, ты что радуешься? Я сейчас тебе объясню немножечко. В двух словах. Ты сейчас проиграла, Свет. Понимаешь? А что радуешься? За подругу? Молодец. Аплодисменты обеим нашим участницам. Призы и подарки Свете Лобову и ее брату. Итак, Светлана, тебе за участие в нашей программе вот такой фирменный рюкзак и маленький скромный музыкальный церковь. Держи. Ой, не могу. Тяжеленный. Ну, а с Аней Советкиной мы еще встретимся через несколько секунд на церемонию награждения в конечной части программы «Звездный час». Аня Советкина, победительность нашей программы. Аня, поздравляю тебя от всей души. Я за тебя волновался. Хотел тебе как-то помочь, но у нее ничего не получилось. Ты сама все сделала. Вот тебе, во-первых, диплом. Победительность нашей программы. Держи. О! И неожиданно совершенно наша призовая сахарница, как кто-то из наших гостей однажды назвал ее. На самом деле, это, конечно, кубок, и никакая не сахарница. Но использовать ее можно и так. Так, мало того, еще у меня такой рюкзак для тебя. Наш фирменный уникальный, настоящий. Потом музыкальный центр. Вот он стоит. От меня лично ананас. Тот ананас, который мне подарила Даша, теперь он твой. Переходящий ананас. И твой «Звездный час» настал. Несколько слов нашим телезрителям. Ну, в общем, все, что ты хочешь сказать, пожалуйста, скажи. Не волнуйся. Ну, во-первых, я очень рада, что вы совсем этого не ожидали. И хотели всем пожелать всего хорошего. И знайте, что для вас «Звездный час» когда-нибудь настанет, как сегодня настал для меня. Ну что ж, это действительно была программа «Звездный час». Понедельник, вы не ошиблись. Это был я, ведущий этой программы Сергей Сухонев. Прощаюсь с вами ровно на неделю до следующего понедельника. И напоследок для тебя, Аня, для вас и, наверное, для меня музыкальный сюрприз. Пока. Увидимся ровно через семь дней. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звон кратчих птиц уже не слышен. Осенний город листья жжет. Я без тебя сижу под крышей А кот на крыше кошку ждет Кот на крыше, кот на крыше Раскливая, знаю, жизнь неземная твоя Кот на крыше, кот на крыше Вночительно, о, кай, ты одинокий, как я На небе ломтиком лимона Повисла бледная луна Вздыхает грустный кот влюбленный И я всю ночь не знаю сна Кот на крыше, кот на крыше Раскливая, знаю, жизнь неземная твоя Кот на крыше, кот на крыше Вночительно, о, кай, ты одинокий, как я Е-е-е-е Кот на крыше Кот на крыше Раскливая, знаю, жизнь неземная твоя Кот на крыше Кот на крыше Вночительно, о, кай, ты одинокий, как я Е-е-е Кот на крыше 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 Вноченая Кот на крыше Вноченая